Вы, кстати, упомянули, что у вас в математике и физике родители, а я знаю, что у вас ведь еще есть и старший брат. Да. И из-за которого вас звали девочкой наоборот, потому что он был очень такой, как бы... Да, он был ужасно... Он был ужасен, но сейчас он не так ужасен, как... Он ужасно хороший. А, ужасно положительный такой, да? Да, он хорошо учился, он помогал маме. Вы как-то... Ну, правда. Он гладил белье, он заботился обо мне, он, ну, он встречался с правильными девушками. Ну, вот это ужасно было, скучно. Ну, а как... Что значит было? На его фоне я была просто уродом каким-то, потому что я воровала яблоки, я залезала на деревья, я прыгала через дома, и мне... То есть вот это полгода домашнего ареста за воровство, это было за воровство фруктов? Да. Нет, нет, солгала она. Честное слово, вот эти полгода я не помню уже за что, но я помню, что я там частенько получала. И спасибо, что получала. Ну, понятное дело, да, это, известно, социально одобряемое заявление. Да, да, да. От вас этого ждали, вы это сказали. Брата как зовут? Сережа. А что он, чем он занимается, что он делает? Он, на самом деле, он является, на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, лучшим кризис-менеджером Прибалтики. То есть он, собственно, занимается тем, что если компания какая-то в кризисе, он приходит туда, налаживает это все, делает перестановки кадров, там все это... И для того, чтобы прибыль поднялась, и компания... Я понял, да, я знаю, что такое кризис-менеджер. А вы сказали, что он встречался с хорошими девочками, в результате у него какая-нибудь из этих хороших девочек стала супругой, да? Да, он женат, у него есть... А у вас есть племянники? Да, у меня есть племянница Александра. Так, она знает, что ее тетя звезда? Не люблю слово звезда. У меня сразу какая-то... Вот, видите, вы же тоже правильная девочка. Мне сразу хочется срифмовать. Это очень любит роман Виктюк, да? Да, да, да. Нет, я думаю, что она не знает. Ну, она как-то, может быть, догадывается, но, мне кажется, нет еще. Она не была в театре. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.